Я хотел бы как большой любитель русского спорта выступить, а не как представитель партии. Это игры моего детства. Не знаю, как вам, но мне повезло в этом отношении. В послевоенной Орловщине, где не было спортзалов, где все полянки были открыты для нас, мы начинали с лапты. И первое весеннее Солнышко вскрывало гору, которая называлась Столик. Там собирались все ребята, и мы гонялись с утра до вечера. Чудный мяч. Мяч у нас был Каучуковый. Вырезали мы его из танковой шины. Вокруг деревни было подбитых танков больше, чем уцелевших домов. И играли, гонялись самозабвенно с большим удовольствием. Потом чуть постарше городки. Городки были в школе, шикарная полянка. Кстати, соревнования районные проводились. В восьмом классе я пудовик 32 килограмма гирю. Впервые поднял. Потом участвовал в этом соревновании. И когда в Орле проводили соревнования между комсомольскими лидерами, помню, поднял ее чуть ли не 40 раз. Сегодня я боюсь не силю. Но очень приятно, что здесь и есть русский хоккей. Сейчас мы в Иркутске договорились с Левченко создать. Там была лучшая школа по русскому хоккею. Специальный центр и комплекс по этому уникальному виду игры. А у нас мы на озере играли. Клюшки из суковатой палки. Мяч. И понеслась. Так что вы видите выставку, которая всем нам улыбается из детства. Которая прославила многих выдающих спортсменов. И которая радует душу каждому. Я хочу поблагодарить организаторов Александра Иваницкого, своего старого друга, что он верен спорту. Сейчас говорят, вот завтра нас выгонят с Олимпиады. Не волнуйтесь, нас ниоткуда не выгонят. Если мы проведем свою спортакиаду, спортакиаду народов СССР проводили, это будет уникальный праздник для души и для каждого. А когда весь спорт ограничивается тем, что миллионеры, как вчера, в полусогнутых ногах бегают по полю во Франции и не в состоянии за 30 минут ни разу ударить по воротам, то вообще говоря, это не спорт, это позорище. Вот, кстати, я 12-10 лет назад с Мельниковым создал команду по мини-футболу. Начинала небольшая группа ребят, студентов из МГУ, где я докторскую защищал. А сейчас у нас более сотни команд. Мы пробили Суперлигу, мы стали чемпионами среди молодежных команд по мини-футболу. Наши ребята до 23 лет – это лучшая команда страны. Они обыграли команды миллионеров, они разгромили Динамо, они выиграли у Норильского Никеля и остальное. Они с удовольствием играют в этот вид спорта. К слову сказать, недавно мы провели свою спортакиаду 26 команд, где участвовали от Хабаровска до Ленинграда, Питера и до Махачкалы. Если бы вы посмотрели, какие соревнования, какой азарт, какой класс показывали. Так что мы будем культивировать все виды спорта и поддерживать. Здоровым теле, дорого, здоровый дух. С открытием выставки.